Всем здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем, как настраивать сетевую камеру компании Hanva Techwin. Для примера возьмем камеру XNO-6080R. Расскажем, что в этой камере есть, что вы можете настроить и как это лучше сделать. Приступим с основной вкладки, называем ее прямое видео. Что мы видим на ней? Название камеры, название пользователя, который зашел сюда, и небольшую справочку. Справка открывается в браузере, и тут все по минимуму. Внизу мы можем увидеть функции PTZ, можем сделать снэпшот, можем включить запись видео. Или таким образом просто скачать на компьютер. Индикация тревоги. В камере есть тревожные выходы, и их мы можем спокойно обозревать. Включение динамика, включение микрофона. Камера имеет двустороннюю аудиосвязь. Число пикселей. Вы устанавливаете камеру, берете у вас интересующий объект, и он показывает, сколько пикселей оно занимает. Эта функция очень нужна для распознавания лиц, для распознавания номеров автомобилей, или просто для идентификации каких-то объектов. Состояние камеры. Мы видим, какие профили сейчас, по каким передается, с какой скоростью, с какой частотой. Количество пользователей по каждому профилю. И текущий пользователь. Формат экрана. 16 на 9, 3 на 4, 1 к 1, подобное. Настройка видео. Можно настраивать как в самых настройках, так и на этой вкладке. Разрешение. Full HD. Просто выбираем кодек. И здесь будет написано характеристики данного изображения. Настройки дисплея. Контрастность, яркость, уровень света. Также все можно делать или здесь, или в более детальных настройках. Полный экран. На весь экран камера. Здесь все. Вторая вкладка. Воспроизведение. У нас нет устройства хранения, поэтому будет у нас нас ругаться. Здесь обычный плеер, который по записанному видео может вам показывать информацию. То ли по событиям, то ли по времени, то ли по другим функциям или правилам. Интересующая вкладка в первую очередь это настройки. В настройках видим основные настройки. Basic. Параметры видео. Здесь указаны параметры видео по профилям. Наш дефолтный стоит кодек H244. Все вот это дело вы можете регулировать в этой вкладке. На профиле мы можем настроить разрешение. Мы можем настроить частоту кадра. Максимальная 25 именно для этой камеры. И битрейт. Также битрейт можно поставить как переменный, так и постоянный. Дальше у нас указаны еще более тонкие параметры для кодирования. Мы их пока оставим. Следующая вкладка пользователей. Может встать около 10 пользователей. Придумать для них пароли. И разрешение для аудио, для тревог и для профилей. Сейчас у нас стоит только пароль администратора, который мы в принципе менять не будем. Также мы можем включить костевой доступ. При этом при заходе на эту камеру по IP-адресу нам не нужна будет аутентификация. Обязательно эту функцию отключайте. Дата и время. Также ничего сложного. Указывайте временную зону. У нас плюс 2. Переход на летнее время. Активировать. И можно смекронизировать или с НТП сервером наше время, или вручную. IP-порт. Настройки сети. Здесь мы можем поставить статический адрес, динамический, или подключение по PPPOE. И для HTTP, HTTPSRTSP мы можем прописать дефолтные порты и поменять на какие-то свои определенные. В настройках цифрового ПТЗ вы можете создать какие-то предустановки для дальнейшего использования в веб-интерфейсе или в системе видеонаблюдения. В вкладке видео, аудио, настройка видео. Можно сделать здесь какую-то зону приватности. Назовем ее как-нибудь. И в этой зоне приватности у нас будет изображение затираться. Тем цветом, который вы укажете. Или просто сделаете мозаикой. С разным шагом затирали. Данное видео можно также перевернуть. Можно изрекально отобразить. Можно сделать так называемый корректурный режим. Видеовыход мы также можем активировать. И сделать, чтобы с цифровой камеры по обычному кабелю шел видеосигнал аналоговый. Настройка у нас происходит здесь. Настройка аудио. Здесь источник. Линейный микрофон или внешний микрофон. Их кодек, подавление шума и усиление. Ставьте на максимум. И включите стоподавление шума для более качественного звука. Одна из главных вкладок настройки камеры. Здесь есть следующие вкладки. SSD AA. Это у нас какой-то супер динамический диапазон. Он сейчас активный. Можно просто настраивать его. И этим у нас меняется изображение в качестве яркости для затенения. В определенных участках. Баланс белого. Вы устанавливаете камеру внутри или снаружи. Известите от этого. От освещения. Вы ставите баланс белого и режим установки. Задняя подсветка. Белый, так называемый. Здесь же можно включить HLC и VDR. Как видите, в приключенном VDR камера отрабатывает шум. И делает более яркие места, которые темные. Наоборот, затемняет светлые. Еще раз. Выключаем. Включаем. Система используют настройку при возможности. Особенно на улице или в каких-то помещениях, посвященных солнцем. Экспозиция. Минимальный затвор, максимальный затвор. И подавление шумов с этим затвором. Делается это следующим образом. Вы можете вручную добавлять время затвора. И тем самым осветлять или затемнять картинку. Но этим советуем не баловаться. Просто делать это все режимами VDR или VLC. В режиме «Дин ночь» Вы можете поставить автоматическое включение инфракрасной подсветки. Включить в принудительный черно-белый режим с подсветкой. Сделать принудительную цветную камеру. И даже ночью она будет пытаться вытянуть цветную картинку без использования ИК-подсветки. Режим «Автон». Также можно делать по расписанию. Но вряд ли Вы будете с изменением солнечного дня каждый день подстраивать это время. В вкладке «Специальность» у нас также находятся настройки изображения, которые были у нас в вкладке «Прямое видео». Здесь также настройки яркости, контрастности, цветности и прочих настроек. ОСД, так называемые субтитры. Где Вы можете добавить дату и время на камеру. А также написать какую-то определенную служебную надпись. Название камеры, номер камеры. Ну или что-нибудь еще. Подогреватель. В камере у нас есть специальный нагреватель для функции холодного старта. Который Вы в случае чего можете включить. И который поможет Вам побороть на леденение на стекле. Ну или просто в камере немножко разморозить. Настройки подсветки. Для инфракрасной подсветки есть несколько режимов. Автоматические. Первый, второй. И ручная настройка. Здесь мы настраиваем усиление ИК-подсветки. То есть добавляем или убираем яркость светодиодов. Смарт-кодек. Это сжатие Вашего сигнала. Низкое, среднее, высокое. Настройка фокусировки. Именно эта камера позволяет очень прилично играться с дальностью и фокусом. Благодаря своему хорошему вариофокалу. И как видите, все у нас подстраивается автоматический фокус при удалении или приближении. Функция Vice Stream. Помимо смарт-кодека, здесь есть такая функция, которая может также нажимать сигнал. И позволяет занимать меньшее место на сервере хранения или на SD-карте. Настройки сети. Мы можем увидеть настройки ДДНС. Через облако подключать данную камеру без использования статического IP-адреса белого в сети интернет. Фильтрация IP. Черный адрес и белый адрес. Разрешаем подключаться с определенных адресов или запрещаем подключаться к определенным адресам к этой камере. HTTPS. Загрузка определенных сертификатов. 802.1. Также свое шифрование с сертификатами можно установить на этой камере. QoS. Вы здесь можете добавить какой-то IP-адрес и раздавать приоритеты по разным IP-адресам. Кому в первую очередь можно отдавать поток с приоритетом более высоким, кому уже напоследок и потом. В этом случае, если у вас не будет хватать сети для всех ваших запросов к этой камере. SNMP. Для подключения камеры к специальным клиентам, которые отслеживают работу сетевых устройств. И автоматическая настройка IP. Используется технологией Bonjour. UPnP. Для того, чтобы камеры находились в сети не по IP-адресу, а по какому-то определенному идентификатору. В событиях камера Ханва может иметь большое число детекторов, правил, событий, датчиков. И это все дело может настраиваться в этой вкладке. Настройка событий. Во-первых, у нас есть такие тревоги. Туман, узлом, детектор движения, распознавание лица, обнаружение звука. Если это есть у нас в аналитике, то все это дело можно настраивать здесь. То есть сейчас у нас используется только одна тревога по движению. Передача объекта. Мы можем несколько камер Ханва совмещать по сети одну с другой. И, играя с правилами, делать определенные действия на второй камере, беря информацию из первой камеры. FTP или плюнная почта. Настройка FTP или плюнная почта. Для того, чтобы информация отсылалась на e-mail или FTP по какому-то событию. Накопитель. Здесь можно настроить SD-карту или какой-то NAS. И уже на нем разворачивать архив, события и все прочее. Выход тревоги. У нас на камере есть тревожный вход и тревожный выход. Который можно добавлять также сюда и делать с камерой целый комплекс охранной сигнализации. Расписание для всех наших событий. Дальше. При отключении сети мы также можем встать какое-то событие, которое будет оповещать нас по FTP или по e-mail. И события приложения. Также можно активировать. Что у нас произойдет? В аналитике мы уже для вышеуказанных событий настраиваем в первую очередь детектор движения. Обнаружение взлома. Обнаружение расфокусировки. Мы здесь все можем указывать, по каким параметрам будет даваться нам тревога. По FTP, по e-mail, по записи тревоги или просто сигнал на тревожный выход. Дальше. Обнаружение тумана. Распознавание лица. Интеллектуальный анализ видео. В котором мы можем указать какую-то линию. И при пересечении ее будет срабатывать ваша тревога. Нарисовать какую-то виртуальную зону. Которую также будет в случае нахождения в ней объекта. Будет давать нам тревогу. Наоборот, исключенная зона. И общая вкладка, которая может компоновать как перекрытие, как линии, так и какие-то зоны. То есть, вы можете спокойно нарисовать небольшую зону. И когда будет попадаться в ней какое-то движение. Тогда будет срабатывать у вас то ли запись производится. То ли отставаться вам на почту или на FTP скриншот с этой камерой. Обнаружение звука по уровню децибел. Вы также можете сделать тревогу, которую будут оповещать пользователи. Классификация звука. Вы можете настроить тревогу по звуке звуком крика, выстрела, взрыва или разбирания. Аналитика данная камера позволяет. Следующая вкладка система. Информация по устройству. Модель, серийный номер. Здесь вы можете камеру перепрошить на новую прошивку. Сбросить на заводские настройки. Что кстати так же делается и на кнопках в камерах Hanva. Hanva позволяет пользователям и физический сброс настроек. Не только программный. Архивация конфигурации и восстановление. Вы любую камеру можете настроить. Сохранить какую-то конфигурацию. И дальше уже это все дело адресовать на другие камеры той же конфигурации. Журнал всех наших событий. Который ведется здесь. И открытая платформа для интеграции камер с другими системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией или кассистем, которые доступны. На этом все. Голопом по европам прошлись по всем настройкам камеры Hanva. Которые вам в будущем могут помочь найти какой-то параметр и правильно его настроить. Спасибо за внимание. До свидания.